Тем не менее, День славянской письменности и культуры в нашем городе тоже отмечается. Сегодня в Центральной библиотеке впервые прошла акция «Поделись любимой строкой». Участником акции «Поделись любимой строкой» мог стать любой желающий, чтобы в формате свободного микрофона его установили на кольце библиотеки, прочитать любимые произведения, пословицы, поговорки, стихотворения о русском языке и богатстве родной речи. Выступали и по одному, и группами. Репертуар каждый выбирал сам. Одна наша, получается, тагильская песня про Тагил, вторая – «Кавер Алисы», «Небо своя». Мне нравится все то, что связано с нашей историей. Надо помнить свою историю. История – это самое главное. Одиннадцатиклассник Егор Виноградов своим выступлением хочет продемонстрировать, насколько красив и велик русский язык. Красота русского языка, она безгранична. И иметь большой словарный запас – это очень важно для современных людей. Чтение, заучивание стихов, песен – это как минимум развивать словарный запас. Ежегодно в День славянской письменности центральная библиотека и ее филиалы проводят книжные выставки, викторины и беседы. Сегодня в акции приняли участие более 20 тагильчан. И дождь ей не помешал. Праздник, и это самое главное, считают библиотекари, напоминание о важности сохранения языка и культуры. Сам по себе язык, он объединяет. И то есть, если мы не будем забывать свой язык, тем более в наше время, когда очень много всевозможных темосторанных слов, чем больше мы будем употреблять свои речи и русские слова, русский язык, тем мы будем сильнее, крепче. И не умрет язык, не умрет народ. Сейчас здесь готовится к Всероссийскому дню библиотек. Он отмечается 27 мая. Владимир Дунаев, Денис Сухов, Анатолий Тютин. Время новостей – Телекон.